Кошки, ледоруб, страховочная обвязка, каска и перчатки. Это необходимое снаряжение, чтобы взобраться по отвесной скале, покрытой тонканалидью. Иначе сложный и опасный маршрут не пройти. Первый канал сегодня побывал на фестивале по драйтулингу. Это включение из Петербурга. Доброе утро! Драйтулинг в переводе с английского означает «сухие инструменты». Но в альпинизме прямой перевод этого термина не используется. Здесь так называют прохождение скальных маршрутов при помощи ледовой экипировки. И несмотря на то, что льда на скалах сейчас почти нет, спортсмены все в кошках и с ледорубами в руках. Задача номер один – взобраться как можно выше. Количество срывов, падений не считается. Главное – уложиться в определенное время. Дается пять минут на прохождение. Ошибки, конечно же, не считаются. Считается только результат. А ошибки просто влияют на этот самый результат. То есть, если у участника неправильная техника, ему труднее добраться до финиша. Женщин здесь вряд ли можно назвать слабым полом. Каждый метр на скале по физическим затратам, как забег на стометровку в легкой атлетике, признается спортсменка Ксения Бесшумова. Она хоть и не новичок в спорте, но такой вид скалолазания для нее пока в новинку. Вообще все началось с горного туризма, когда мы стали с друзьями ходить в горы. Потом поехали в альфлагерь, начали заниматься альпинизмом. Ой, мама. И для всего этого, ну как попутное видо спорта, скалолазание, ледолазание, то есть это все помогает ходить альпинистские маршруты. То есть все это важно. Среди участников фестиваля и скалолазы, и альпинисты, и ледолазы. Причем шансы на победу у всех одинаковые. Независимо от того, новичок ты или профессионал. Павел Добринский, многократный чемпион России по ледолазанию, финалист Кубка мира, сегодня проиграл. Он с легкостью прошел все трассы, но в финале оказался только пятым. Сказалась усталостью, веряет спортсмен. В этом году зимний сезон был насыщенным, чего только стоит восхождение на гору в Китае. Ну, это восхождение длилось примерно 4-5 дней. То есть начали мы с 4-200, где-то через 4 или через 5 дней оказались на 7-546. Потом спустились сразу, переночевали на 6-800. И в этот же день спустились за 1200. По Цветогорскому скалы меньше, но по сложности прохождения фестивальные маршруты не уступают китайским. Чтобы попасть в финал, участникам нужно было пройти 5 трасс, причем совершенно разных. Где-то мало зацепок, но стена пологая, где-то много, но необходимо забираться на потолок, признается спортсмен Сергей Беляев. Ты действительно начинаешь со льда, переходишь на скалу, не перебываясь, не переодеваясь, не меняя снаряжение, а также продолжаешь лезть. Если у альпиниста посреди веревки встречается огромная сосулька, он не стоит, голову не чешет, он берет, забивает инструменты и лезет дальше. Такие маршруты называются миксовыми. Они-то чаще всего и встречаются в реальной жизни при восхождении. Поэтому на соревнованиях по драйтулингу судейство строгое. Ведь от того, насколько спортсмен владеет техникой ледолазания, в будущем зависит не только успех экспедиции, но и жизнь всех участников. Кстати, безопасности в этом виде спорта уделяют особое внимание. Мы стараемся вешать страховку на трассах таким образом, чтобы при срыве участник никак себе не повредил. На каждом участнике обязательно и на страхующем надета каска, на руках, собственно, надеты перчатки специальные. Ну, конечно, поскольку дело все имеют с некими железными штуками, которые держат в руках, конечно, периодически происходят различные нюансы, там, рассечение, какие-то синяки. Но я бы не сказал, что это носит массовый характер, и, мне кажется, в футболе нам надо все более травмоопасно. Преодолеть себя, перетерпеть и собрать коллекцию дистанции. На фестивале каждый соревнуется только с собой. В зимнем альпинизме далеко не курортные погодные условия. Но зато наградой выносливым служит покоренная вершина и удовольствие от хорошо проделанной работы. В каждом человеке заложена такая природная энергия, которую надо вымещать. Это наше движение и свежий воздух. Поэтому чувствуешь себя, что ты живешь, когда есть адреналин и чуть-чуть страха. Ну, конечно, со страховкой. Ирина Товкалева, Олег Подьячев, Валентина Говорушкина, Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.